Не менее 23-х человек погибли и 15 пострадали в результате схода оползня на нелегальном золотом руднике в штате Боливар на юге Венесуэлы. Место разработки там открытое. Во время схода оползня золото добывали 200 человек. Десятки из них попали в ловушку. Власти ожидают, что жертв станет больше. «Вчера днём произошёл несчастный случай. Шахтёры оказались в ловушке в руднике под названием Лабулья-Лока. Шахтёры спустились вниз, чтобы добывать полезные ископаемые. Сошёл оползень и замуровал людей». Спасённым шахтёрам сразу оказывают медицинскую помощь, потом отвозят в больницу. «Я благодарю Бога за то, что выжил. Пока был в ловушке, я без остановки молился и почувствовал, что Бог меня спасёт. Это чудо. Все, кто был рядом со мной, умерли. Но я здесь благодаря Богу». На руднике продолжаются поисково-спасательные работы. На помощь пришли военные. Родственники шахтёров ждут известий. Штат Боливар богат золотом, алмазами, железной рудой и другими полезными ископаемыми. Здесь есть государственные рудники, но также стремительно развивается нелегальная добыча. Люди, живущие в крайней нищете, рискуют жизнью, чтобы хоть как-то обеспечить семьи. Периодически происходят несчастные случаи. Так, в декабре прошлого года обрушилась шахта в том же регионе. Погибло не менее 12 человек. Незаконная добыча идёт и в других шахтах. Так, в прошлом году военные выгнали примерно 14 тысяч нелегальных шахтёров из национального парка Япакана в Амасоносе.